Итак, затирание у нас завершилось. Все стадии затирания завершены, окей. Теперь наша задача промыть дробину. То есть нам надо выключить насос, перекрыть насос. Все это дело у нас должно стечь куда-то. Я вообще до сих пор не понял как оно стекает, потому что здесь клапан вроде туда, но стекать вроде как не может. Ну вроде бы не надо. Сейчас оно просто выливается через звук. Я там откручиваю, оно туда и выливается. Все горячее, так что тут надо осторожно. Так, это в мойку. Крышку снимаем. Так, теперь нам надо вытащить корзину с отработанным, так сказать, солодом, то есть с дробиной. Это дело не такое простое, потому что вытащить приходится, собственно говоря, вместе с жидкостью. То есть все эти, если не тридцать, то хотя бы 20 литров, то есть дробина и вот такое. Это сейчас все стекает и нам надо будет дробину эту промыть. Промываем дробину с этой горячей водой. Ввиду того, что это делать не очень удобно, это высоко, это горячо, делаю я это обычно ковшком. Ну и это очень удобно. Все, можем потихоньку уже доволять. Вот так. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну, собственно, все. Теперь у нас трабина промыта. Часть влаги все равно в ней останется, так что если вы думаете, что прям вот вы залили эти 30 литров, грубо говоря, 30 литров здесь есть, нет. Что-то остается в трабине. Я скажу так, я когда вот это снимаю уже корзину и оставляю ее на... ну, убираю ее, собственно говоря, продолжаю делать пиво. Если оставить ее на денек-другой, то с нее набегает еще там литра-полтора вот этого всего. Но, как бы говорится, что это не рекомендуется делать, потому что все равно там вместе с полезным вот потом вытекает и не очень полезно. Поэтому я... вот это сейчас промоется. Я включаю уже... То есть, ввиду того, что мы, как бы, процесс закончили промывки, я запускаю процесс варки. Вот, мы закончили промывку по программе и включаем процесс варки. То есть, сейчас будет нагреваться до температуры кипения, то есть до 100 градусов. И будет уже происходить процесс варки пива, тот самый, в который уже надо будет добавлять хмели. И вот на этом этапе мы продолжим вот так. Ну, вот, собственно говоря, температура 99 градусов. О, 100 градусов. То есть, варка началась. Варка будет продолжаться в течение полутора часов. Что стоит об этом сказать? Так. Так. Одну минутку. Запустить варку. Запускаем. Я уже больше ориентируюсь приложением, чем какие-то кнопки нажимать. Итак, варка продолжается полтора часа. Когда я варил в кастрюле, я все не мог поменять, ну, блин, как эту варку проводить. То есть, понятно, замерять все время температуру, но как-то не очень удобно. В пивоварни варится пиво при постоянных 100 градусах Цельсия. И варка эта происходит довольно бурно. И она должна происходить бурно, потому что пиво должно выпариваться. И сейчас не видно, что пена поднимается. Она поднимается вот так вот постоянно. То есть, надо еще следить, чтобы она никуда не сбежала. Чисто теоретически можно этот шум снимать. Чисто теоретически. Но можно не снимать. Сейчас мы это дело заборим. Опять же, можно применить шумовку. Она как бы, ну, редко, когда переливается через верх, но бывает. То есть, на первых этапах, и почему я вот часто пишу там первую порцию хмеля, закидывать надо сразу же, вот только закипело, сразу закидываем хмель. Можно, но вот тогда хмель этот, он же у нас не в шишках, он же у нас вот так вот. Да, вот такая вот история. Шум, я же говорю, шум можно снимать. Та же самая история происходит и когда варите пиво в качлюле. Там я шум всегда снимал. Здесь я не снимаю, потому что здесь, как-никак, стоит фильтр базука в пивоварне. И как бы, ну, не столь принципиально. Так, переливается. Это происходит буквально там первые минуты. Первые минут пять. Потом вся эта пена садится, и оно варится просто в бурный кипиток. Так вот, я не договорил. Некоторые рекомендуют кидать хмель сразу, то есть, вот, как только началась варка, то есть, в первую минуту. Но, если кидать хмель вот в этот момент, вот, оно, этот хмель весь поднимется вместе с пеной, и в результате он будет не в пиве, а на стенках пивоварня. Что, на мой взгляд, как бы, ну, мягко говоря, неправильно. Вот. Поэтому лучше я ставлю всегда первую порцию хмеля кидаю, или, начиная с пятой минуты. То есть, пятая, десятая, пятнадцатая минута. Вот, в этот промежуток кидаете хмель, и, как я уже говорил, кто следит за моими выпусками, первая порция хмеля кидается для горечи. Соответственно, выбирается соответствующий хмель, который имеет вот эту горечь, ну, максимальный, минимальный, кому что надо. Вот. В данном случае мы варим венское пиво, и у нас здесь один и тот же хмель. в всех трех загрузках. То есть, это хмель, житецкий, то битвиш, саас. У меня написано, что я его должен закинуть на пятой минуте, но если вот пена будет, я ее кидать не буду. Когда жутко, тогда пена сядет все-таки. Она сядет, по-любому. Ну, вот, собственно говоря, пена уже меньше-меньше-меньше-меньше-меньше-меньше. Иногда я не подхожу, то есть, ни вот это, ни калачу. Видимо, от разного свода она по-разному пенообразованию это происходит. Иногда ее меньше, иногда ее больше. Но в любом случае, через какие-то минут пять, она садится. Еще раз скажу, то есть, чисто теоретически, перед закипанием, можно слить и шумовкой всю вот эту там пену немножко, вот эту всю пену, которая немножко, ее можно снимать и выбрасывать. Вот как-то так. Все, бурное пенообразование ушло. Надеюсь, сразу уберем. Накрывать крышкой не надо. Если вот еще и крышкой накрыть, то это вообще вот так вот будет. Через вверх. Здесь вот как раз, еще может быть зависит от того, сколько воды. Воды, я вот смотрел перед тем, как пена начала подниматься, осталось где-то литров двадцать восемь. Вот это время, значит, пора уже закидывать хмель. Первую порцию. Но ввиду того, что пена еще пока есть, я сейчас ее кидать не буду. Она у меня приготовлена, вот стоит. У меня три раза по пятнадцать грамм надо кинуть хмелем. Я подожду немножко. То есть с пяти до пятнадцати минут можно подождать. И вот это изменение, как раз-то и нужно записать в журнал. Что я вот планировал в пять минут, а кину, вот посмотрю, когда я там кину. Ну, вот, собственно говоря, прошло шесть минут. Пена ушла. Уже видно только пиво. И вот сейчас в это бурное кипение мы засыпаем первую часть хмеля. Оп. Такое сразу все. Сейчас этот хмель, то есть он упал, потом всплыл, потому что он же гранулированный. И сразу появляется уже хмельной аромат. Вот. Уже начинается вариться настоящее пиво. Вот так. То есть следующая закидка хмеля у меня будет на шестидесятой минуте, а следующая уже на семьдесят восьмой минуте. Собственно, вот так вот все и происходит в течение полутора часа. Всегда больше не касаемся. Пивоварня занимается этим сама. Вот так. Так, прошел час варки. Вот варится все, выкипает. Это так и должно быть. Сейчас скажу. Значит, смотрите. Когда варка началась, здесь было где-то 28-29 литров жидкости. Сейчас жидкости уже литров где-то 25. То есть все выкипает. Еще полчаса варки. То есть она насыщенная. А, она еще будет выкипать. И сейчас пришло время... Вот, ищет. Пришло время закидывать вторую порцию хмеля. Хмель у меня тот же самый жакетский, то есть саз. Но в данном случае он будет выполнять другую роль. То есть первая засыпка была для горечи. Это засыпка для вкуса. То есть хмель, который сейчас засыпаю, он дает вкус уже пиву. Вернее, ну да, вкус хмеля придает пиву. И через 20 минут, правильно? Правильно, даже через 18 минут, будет третья засыпка хмеля. Тот же самый жакетский, но он уже нужен будет для аромата. Так, приближается последний... Приближается время последний. Засыпем вот. Окей. И последняя порция хмеля отправляется в пиво, в пивоварню. Все, эта порция у нас будет отвечать за аромат хмеля в пиве. В принципе-то, как бы, лагеры, они не сильно хмелевые такие. Но мне лично нравится, когда хмель в пиве есть. Надеюсь, он будет и здесь. Вот как-то так. Все, через 10 минут варка заканчивается. И я перейду к этапу охлаждения пива. И вам я его покажу. Ну и вот, собственно, варка заканчивается. Сколько осталось? Так, где-то осталось примерно 24 литра. Вот здесь, сейчас. Я начну это когда сливать. Какой-то литр останется еще здесь. То есть, в каких-то осадках, там еще что-то. Все, фаза кипячения закончилась. Окей. Сессия завершена. У шипи у готова к брожению. Ну, еще не готова, потому что мне его надо еще охладить. И вот сейчас охлаждением я как раз-то и займусь. Ну, вот так говорю. То есть, где-то литр потеряется вот при переливе, я так думаю. И литр, как минимум, потеряется где-то, когда буду уже сливать на карбонизацию. Там тоже в осадках остается еще где-то литр. Итого, если мы сейчас имеем, сколько я там сказал, 24, да? То есть, еще 2 литра мы где-то потеряем. То есть, получится выход где-то 22 литра. Вот. Это, да, 22 нормально. Было у меня и меньше, там, было 18, например. 2 литра потерять, как-то, ну, обидно на самом деле. Потому что, что 10 литров варишь, что 20 литров, что 23. Тратишь одно и то же время, по сути дела. А выход, как бы, выхлоп меньше. Поэтому лучше уже варить побольше. Что? Я собираю все для охлаждения. Сейчас я там покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Эта конструкция называется чиллер. Здесь он такой навороченный, но на самом деле он обычно немножко попроще. Чаще всего чиллер это просто змеевик, через который пропускается холодная вода. Здесь этот змеевик пропускается в пивоварню, ну или в варочную емкость, у кого как. Через змеевик пропускается холодная вода и этим самым охлаждается пивное сусло. Здесь история немножко посложнее, потому что здесь это все подключается к пивоварне. Время включается помпа, сусло перегоняется через чиллер, то есть через вот эти трубки. В это же время через эти же трубки прогоняется холодная вода подключенная к водопроводу. И красной водой выводится уже вода холодная, ну в смысле горячая вода, которая уже охлажденная, грубо говоря. Или наоборот, не, нагретая она получается, да, из теплообменник. А через эту трубку подается обратно в пивоварню сусло уже несколько охлажденное. Там оно перемешивается и заново процесс... Есть нюансы, потому что, допустим, я... Если эту трубку пустить слишком низко, то есть она сразу идет, где-то здесь выходит охлажденная. И вот эта часть у меня так было. Термометр показывает на табло, что все замечательно. Все как бы охладилось. Оно указано здесь холодное, а здесь горячее. Еще есть лючее, что горячее все равно поднимается наверх по термодинамике. И получается такая затык. То есть я на радостях, блин, так быстро охладилось, снял. На тебя, но все равно там градусов 40 еще. Так, включаю воду. Все это хочется... У меня пока что все это так... Кустарненько. Сделаю... Все купил уже, чтобы сделать вывод прямо здесь, чтоб сюда подключился и забыл. И включаем насос. Открываем. И вот, собственно, пиво пошло. Сейчас оно проходит через чиллер. То есть охлаждается. И вот оно пошло уже в пивоварню. Здесь можно пощупать оно горячее. Здесь щупаешь же холодное. Вот, собственно, вот этот процесс, он почему-то занимает довольно много времени. У меня не получается сделать так быстро. Быстро, быстро, нет. Быстро не получается. Получается все равно медленно. Ну, час. То есть больше приходится подождать, пока оно все охладится. Все. Охлаждаем, пьем. Ну, вот, собственно говоря, охлаждение почти закончено. Еще есть температура. То есть добавлять дрожжи пивные нужно где-то при температуре в районе 25 градусов Цельсия. Ну, максимум 30, что может позволить. Но, я не знаю почему, у меня постоянно вот на последнем этапе он еле-еле-еле-еле охлаждается. Поэтому я решаю переливать в бродильню уже пиво. И оно в процессе переливания тоже будет охлаждаться и тоже будет. Дойдет уже, я думаю, до той температуры. Ну, тоже нажал. Собственно говоря, начинаем. Все, что слабенькое течет, там, видать, забивается фильтр из базука. Он совсем еле-еле. Ну, переливается. Ну и, собственно говоря, заключительный сегодня этап. Это постановка на брожение. Вот. То есть пиво перелит в бродильную емкость. Это такая вот стандартная для домашнего пивоварения. Это термометр, который показывает температуру. Тут вообще температура, то есть вполне нормальная для внесения дрожжей. Дрожжи. Дрожжи используем US05. Это дрожжи элевэй, то есть дрожжи верхового брожения. И типа для американских стилей, скажем так. Можно кто-то их разводит, потом доливает. Я просто их вот так рассыпаю по поверхности. И всегда все нормально. Они там сами разберутся, что им делать. Расходуется на 20 литров пива. Примерно 10 грамм дрожжей обычно. Вот так вот как бы хватает. Засыпали. Накрываем крышкой. Запупориваем. И вставляем в водяной затвор. Гидрозатвор, так сказать. Он у меня такой мутный, потому что я его помыл специальным моющим средством. Но что-то смотрю, то ли замутнило его, то ли в нем просто осталось. В гидрозатвор можно заливать воду. Но чаще всего рекомендуют заливать что-то более адисептическое, скажем так. То есть спирт. Вот в аптеке купленный спирт медицинский. Здесь есть риска. Вот по какую надо наливать. По этот уровень наливаем. Закрываем. Когда начнется брожение, оно начинается почти сразу. По трубке, так видно. По этой трубке будет газ углекислый подниматься. Выдавливать жидкость. И в этом плане будет оно собираться. Лишний воздух будет выхлопываться наружу. А вода при этом будет работать как клапан. То есть внутрь воздух из окружающего. Среди них туда не попадает. Все. Оставляем на брожение на 7 дней. Все. Через 7 дней продолжим. Вот когда происходит брожение. Вот в гидрозатворе. Вот так примерно находится жидкость. В данном случае это не вода, это спирт. То есть значит выделяется из бродильной газа, который проходит через гидрозатвор. Вот собственно говоря так.